За ноябрь месяц у меня будет тысяча. Что-то много я нажег. Обычно, говорит черногорец Ричард Царев, выходит за электричество рублей 400 максимум. Но с началом отопительного сезона к утренним процедурам добавился еще один ритуал. И вот так вот просыпаешься, ее включаешь, и вот на максимум и пошел. И вот так каждый день. Огромные батареи в квартире парня оказались ненужным аксессуаром. Толку от них никакого. А вот ветродуйки круглосуточно не оставишь. Опасается, вдруг что случится. Я на ночь выключаю ветродуйки. И ночью, видимо, замерзаю, почки подпростутился. Греет квартиру Ричард не всю, только комнату, где спит, и кухню. Вот эта комната у меня вообще всегда была самая горячая. Здесь невозможно было жить. А сейчас я ее просто закрываю и вообще не отапливаю. Потому что, ну, здесь вообще... Иногда даже щель под дверью затыкает полотенцем, чтобы холодом не тянуло. Ричард Царев не единственный, кто греет свое жилье обогревателями. Таких 30 квартир на Октябрьской 146. Это просто вообще удручающе. У меня лично с конца октября уже эта проблема. Два месяца, можно сказать. Через пять дней будет два месяца ровно. Как я мучаюсь с этим отоплением. Тоже с обогревателем? Ну, обогреватель, конечно, включаю тоже, когда начинает там днем, маленько нагревается комната. Одна батарея в зале работает. Спальня, кухня. Батарея холодная. Начинаешь там закрывать, там чуть-чуть начинает прогреваться. Но это же не дело. Ты бегаешь, а стукнет 40, как обычно, 30 стукнет. Все. Она не справится просто с этой батареей нашей. Люди подозревают, что, скорее всего, в системе не хватает давления. А насоса, который бы равномерно распределял по трубам тепло в доме, нет. В СГК нам пояснили, готовы помочь системой отопления в этом доме. У них сегодня в девятом поселке работает шесть бригад. Но есть один нюанс. Чтобы отрегулировать систему в этом доме, нужно попасть в подвал. Но ключи есть только у представителей ЖЭКа. И, соответственно, никто сюда, кроме них, попасть не может. Управляющие компании рассказали, представители СГК уже обследовали дом еще на прошлой неделе. И сегодня ресурсники восстанавливают отопление. Там не хватает давления. И не только в этом доме. Во многих домах не хватает. То есть, ну вот сегодня пытаемся совместно проводить мероприятия. Работают СГК. Устанавливают сопла на домах, которые расположены ближе к распределителю. Вот надеемся, что там выдавит. Все-таки отопление появится. Так что на днях отопление восстановится. И можно забыть про электрообогреватели. Впрочем, если же ситуация не улучшится, это повод прокуратуре проверить коммунальщиков. Да и в Минстрой можно еще раз пожаловаться на некачественную услугу. Артем Михалков, Григорий Сараев. Нота Бене.